я всех приветствую на канале и в этом ролике я бы хотел поделиться своими мыслями относительно таких неотъемлемых частей любой канализационной системы как фановая труба и аэратор вопросы такие какие из этих устройств работают более корректно нужны ли они в вашем доме что делать если у вас срывает водяные замки из сифонов и периодически вы в доме чувствуете запах канализации не обязательно в доме может быть даже в квартире поскольку вот совсем недавно мы столкнулись с таким случаем что прожив год начали ощущать запах канализации особенно когда нас дома нет там больше суток в итоге оказалось что фановая труба общеподъездная ну судя по всему забилась и выход был либо каким-то образом добиваться ее сервиса либо просто поставить дома под кухонной раковиной вот такой небольшой 50 аэратор и проблема ушла но опять же цели ролика показать рассказать о том что конкретно может подойти для вас для вашей ситуации и вообще как регламентируют правило устройство канализационных стояков использования вот этих нехитрых девайсов перед тем как снимать ролик я ознакомился со всеми материалами которые регламентируют устройство канализационных стояков должны ли канализационные стояки иметь связь с атмосферой как раз чтобы избежать избыточного давления или наоборот избыточного разрежения вот перед вами буквы на цифровые коды вы их без труда можете забить в любой поисковик и ознакомиться с этими правилами общий вывод такой любой канализационный стояк в жилом или нежилом строении может иметь связь с атмосферой и может не иметь такового самое главное чтобы связь с атмосферой имел септик то есть то место куда идут все канализационные стоки в любом случае канализационный стояк имея такие девайсы или не имея их должен работать корректно правило правилами но тем не менее встречаются такие ситуации когда не фановая труба не аэратор попросту не предусмотрены в канализационных стояках вашего дома или вашей квартиры и время от времени случается такая проблема как чувство запаха канализации что же делать давайте для начала разберем что такое фановая труба по сути дела фановая труба это прямая связь канализационного стояка с атмосферой это вдох и выдох канализации если в канализации избыточное давление избыточный воздух выйдет через зонтик фановой трубы если в канализации избыточное разрежение то через такой зонтик необходимое количество воздуха канализация засосет что такое аэратор аэратор это не прямая связь канализации с атмосферой аэратор является только вдохом то есть если в канализации избыточное разрежение то через такой клапан канализация засосет необходимое количество воздуха потом клапан закроется как только давление будет нормализовано ну и главный вопрос как же поступить именно вам организовывать у себя в стояке фановую трубу или же попросту внутри дома поставить канализационный клапан аэратор на самом деле это вопрос бюджета и трудозатрат для того чтобы вывести на кровлю фановую трубу необходимо делать отверстие в перекрытии если в вашем доме более чем один этаж а также отверстие в кровле и после этого организовывать грамотное сочленение трубы с кровлей герметичность этого соединения некоторые поступают иначе они выводят фановую трубу в стену то есть делают отверстие в стене и потом г-образным способом устанавливают фановую трубу зонтик фановой трубы где-то на фасаде здания но опять же вы должны понимать что фановая труба это все-таки вдох и выдох канализации поэтому если она будет установлена недостаточно высоко вы в этом районе в районе фасада там где будет фановая труба будете чувствовать запах канализации а это не всегда приятно можно поставить вот такой клапан аэратор в районе кухонной мойки или же в районе унитаза но в районе унитаза так как унитаз сбрасывает сразу там порядка пяти шести литров воды ставится 110 аэратор где вот таких клапана два это тоже выход поэтому друзья правилами это не регламентировано и вы сами можете выбрать какой способов вам доступен по бюджету и по трудозатратам друзья какое бы решение вы не приняли фановая труба или канализационный вакуумный клапан аэратор эти устройства время от времени нуждаются в сервисе хотя бы раз в полгода их нужно демонтировать и прочищать так как это дыхание канализации внутри скапливается довольно много грязи и пыли и не осуществляя такой сервис вы можете прийти к тому с чего начали чувствовать запах канализации как я уже говорил ранее нам также не удалось избежать вот этих проблем периодически и в доме на даче и в городской квартире возникали запахи канализации как раз из-за срыва водяных замков в сифонах в обоих случаях мы пошли по пути наименьшего сопротивления наименьших трудозатрат и установили под кухонными раковинами в обоих случаях вот такие канализационные клапаны аэраторы бюджет такой установки примерно 150 рублей это канализационный тройник 50 диаметра и вертикально устанавливаемый клапан продаются в любых строительных магазинах друзья проблема ушла в принципе это все чем я хотел с вами поделиться спасибо большое за внимание подписывайтесь на канал и всего доброго